приветствую дорогие друзья вы на канале первый караван и сегодня у нас необычный прицеп на обзоре у нас здесь adria adora 673 пока прицеп у нас имеет два входа две двери прицеп действительно такой многокомнатный у нас трехзонный современный дизайн но обо всем по порядку поехали а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Итак, дизайн, внешний вид и планировка В принципе, здесь у нас тенденция сохраняется, как и у всех Адри этой модели Здесь такие же белые и серые тона Внутри это все тоже сохраняется Ну и, конечно, акцент это здесь две двери Это, во-первых, очень функционально Потому что есть две разные комнаты, но об этом попозже Ну и выглядит тоже очень необычно Сразу привлекает внимание всех на площадке Я вот закрою даже, чтобы понятно было, как это выглядит Единственное, чем обделили эту модель, конечно, отсутствует литье Но здесь очень качественные штамповки И в комплекте есть накладки Помимо наличия нескольких дверей Здесь еще и изменили немного мусорное ведро Которое традиционно вешается на дверь Но оно всегда очень неудобное Всегда разваливается А вот здесь вот поправили Она очень легко снимается Имеется несколько положений И вот в таком варианте вы сразу его опорожняете Очень крутая, функциональная и красивая В задней части новый кузов играет красками Здесь у нас такие вот тонкие габариты Очень красивые, диодные Необычные ручки для поворота Такие, как небольшой пилон выглядят Полностью серебристые Такие алюминиевые, крепкие Ну и также здесь у нас все в белом цвете выполнено Ну и что характерно для вот этого нового дизайна Здесь перекликаются и вот такие закругленные формы А по бокам такие угловатые и квадратные Спереди дизайн тоже просто огнище Здесь у нас здоровенное окно Это у нас фронтальное окно И постепенно наверх уходит скайруф Это уже окно, переходящее на крышу Такие же декоративные рейлинги Как и у всех новых адрий Тоже очень хорошо выглядит Ну и белый цвет, как обычно, традиционный Плюс здесь они всегда, я так понял Вот в этих моделях делают пластиковую накладку для дышла Тоже выглядит намного эстетичнее, нежели голая рама Ну а теперь давайте посмотрим на планировку Проходите В передней части у нас двухспальная кровать С офигенным видом Такими окнами, стеклами Дальше, ближе к центру каравана у нас кухонный блок С отдельной обеденной зоной Серые цвета здесь сохраняются После кухни у нас санузел Здесь отдельная душевая кабина И отдельно туалет Ну и в самом конце детская комната С такой кроватью-трансформером Здесь и диваны, и двухъярусная кровать И самое главное, отдельный выход Дети не будут ходить мимо вас Ни в душ, ни на улице Передняя зона отдыха Очень уютное место Очень красивое Здесь есть яркие тона в виде вот таких вот подушек Сама же мебель выполнена в белом цвете И вот в таком светлый дуб Кстати, очень современная тенденция Именно на такое сочетание цветов Ну и света в этой зоне тоже предостаточно Во-первых, тут куча диодных контуров Куча лампочек вот таких вот Которые можно направить в любую сторону И самое главное, естественное освещение Здесь такая панорамная крыша Во время отдыха Вы, конечно, получите очень комфортное место И с которого не захочется, наверное, везде не вылазит В обеденной же зоне у нас серая обивка Такого вот графита, светло-графитового цвета И белая столешница Не очень практичная, зато очень красиво Мебель здесь, с этой стороны, сохраняет тенденцию зоны отдыха Она из дерева А вот на кухне немножко все меняется Здесь уже поверхность серая, тоже графитовая Это более практично, особенно для разделочной поверхности А наверху ящики белые Хотя есть небольшие деревянные вставки Внизу ящики тоже белые Здесь все немножко построже Но света, тем не менее, тоже предостаточно И контур диодный, и лампочки отдельно стоящие Все это имеется Холодильник же у нас строгий, черный Такой однотонный, глянцевый Внутри весь беленький И подсветка у него тоже такая дневная Еще одно интересное дизайнерское решение Это хранение каких-то мелких вещей на кухне Вот такие вот полочки Такое ощущение, что они сделаны из текстиля На самом деле это такой вот плотный пластик Очень красиво выглядит В цвет столешницы И на самом деле очень функционально И еще есть такие вот более глубокие модельки Я так понимаю, здесь их еще вот несколько штук Можете развесить, как вам удобно Ну и дальше у нас санузел Здесь на самом деле тяжело снимать Очень мало пространства Поэтому давайте от первого лица Итак, с правой стороны санузел Точнее комната с туалетом Здесь у нас, обратите внимание, покрытие обычное Как и во всем прицепе То есть нет никаких поддонов По центру стоит биотуалет обычный белый А весь дизайн здесь заключается вот в таком вот зеркале Здесь по бокам идет от него подсветка Очень круто выглядит А нижняя часть зеркала, по сути говоря, это вот такая вот раковина Во-первых, очень функционально, экономит место Ну и выглядит тоже очень стильно Раковина, кстати, с доводчиком И не падает при использовании Ну и дальше сзади находится у нас душевая кабина Душевая кабина на такой вот застежке Здесь имеется отдельное освещение Ну а по дизайну здесь особо сказать нечего Просто однотонное такое покрытие Такая вот леечка И квадратное освещение Ну и вторая комната, это у нас детская Здесь традиционно меньше света Потому что меньше светильников И отсутствует люк Вместо него стоит кондиционер Ну и по дизайну здесь также обивка серого цвета Те же цвета встречаются То есть такое дерево и белый цвет Ну и собственно все Давайте же теперь рассмотрим функционал этого прицепа О, начнем с комплектности Здесь у нас обычный редуктор Имеется бак для серой воды Противооткаты Ключ для лап И розеточка 220 Такой стандартный набор Для нового европейского прицепа Дышла же у нас здесь Алка с стабилизатором А электростабилизатора к сожалению нет Но как обычно стояночный накатной тормоз Все это имеется Рассмотрим теперь все интерфейсы По левой стороне у нас встречает Такой вот багажный отсек Очень нравятся мне отсеки у Адрии Во-первых у них очень высокие стойки То есть сюда пролезет даже самый большой чемодан Колесо все что угодно И вот такие вот держатели резиночки Чтобы это потом не провисало И не билось резко об молдинге То есть ну прям все продумано Здесь же рядышком у нас бак для воды Точнее это у нас горловина в бак для воды Для чистой Потом у нас идет отсек под кассету Кассета здесь у нас Тетфорд Выхлопная система от отопления Трума Комби Здесь у нас Трума Комби 6Е И в задней части еще один рундук Аналогичный переднему Однако здесь не так сильно порадовали Он здесь чуть поуже По правой же стороне у нас сзади интерфейс Для подключения кабеля 220Е Чтобы запитать прицеп У двери у каждой есть фиксатор И небольшое окно Окно у нас закрывается шторкой Про мусорку мы уже поговорили И есть москитная сетка на обоих входных группах А кстати говоря одна из ступенек идет в комплекте Вторую мы поставили чтобы хоть как-то заходить Здесь у нас решетки от холодильника Все понятно Имеется освещение чтобы в палатке было светло Если вы ее натянете Ну и еще одно место для хранения Оно по сути говоря сквозное Перекликается с тем что с левой части Над входом у нас находятся два основных пульта управления Общий и от Трумы Общий у нас может включить выключить везде свет Включение водяного насоса Температура за бортом и внутри Вольтаж аккумулятора То есть все самое необходимое Ну а на Труме мы уже выбираем температуру И источник питания Будь то газ или электричество Здесь у нас также есть кнопка включения теплого пола Теплый пол здесь имеется Он работает от 220 вольт Поэтому если вы стоите с инфраструктурой То для вас это идеальная функция Включается выключается очень просто нажатием кнопки В центральной зоне отдыха у нас есть диван Под которым спрятался наш основной функционал Вот здесь у нас находится бак для чистой воды Горловину снаружи вы видели А вот в этом углу у нас находится место под АКБ В данном случае он уже выведен по заводу Ну и еще одна полезная удобная функция Которая нас радует уже не первой Адри Это Адри медиа контроллер Это у нас музыка То есть мы можем подключиться либо по Ауксу Либо по блютузу И музыка будет играть по всему прицепу По функционалу кухни здесь все вполне себе Стандартненько Три газовые комфорки Для большого прицепа это тоже очень хорошо Раковина Это у нас все цельные конструкции из алюминия Наверху есть микроволновая печь спрятана от ваших глаз Такая вот черного цвета Почти встроенная Но не до конца Ну и вот этот строгий холодильник Он у нас как всегда и на газу и на электричестве И по моему если не ошибаюсь это около 150 литров Ну и конечно кондиционер у нас здесь имеется Это у нас домэтик Домэтик фресджет 2200 Это у нас сплит система То есть она у нас и на охлаждение и на отопление И работает от 220 Это один из самых топовых кондиционеров на рынке Автомобильных и караванерских кондиционеров Ну и управляется он дистанционно Вот с такого вот удобного пульта Также в этом прицепе есть множество мест Куда можно установить ТВ Потому что уже выведена такая вот телевизионная розетка И везде вот почти возле каждой кровати есть USB То есть вам не нужно париться и находить переходники Вы можете напрямую подключать свой телефон здесь и заряжаться Ну и давайте пробежимся по местам для хранения А здесь есть действительно много Прицеп же у нас семейный Есть даже вот такие вот скрытые Как в данном случае Такие у подоконника Глубокие места И причем не одно Есть похожие под кроватью Такой вот ящик Куда можно например сложить постельное белье Ну и само собой все пространство под кроватью Ну и конечно традиционные такие вот ящики под потолком Тоже здесь имеются Ближе к центру у нас под диваном тоже есть пространство Однако оно в основном забито оборудованием Там наверное ничего не похоронишь А вот кухня Кухня очень просторная Здесь есть вот такие выездные Отсеки Есть такие вот стандартные полочки Причем аж два комплекта Чуть поменьше и чуть побольше Вот здесь у нас допустим органайзер Наверху у нас с одной стороны стоит микроволновая печь Там не разгуляешься А вот здесь вот можно сложить посуду В туалете Помимо того что у нас под зеркалом прячется раковина Также есть и места для предметов личной гигиениции По глубине около 25 сантиметров Поэтому здесь действительно поместятся Различного рода бутылочки, шампунь и все что нужно Ну и в детской комнате тоже множество мест Во-первых можно вообще сложить эти кровати, убрать Здесь у нас есть такие вот глубокие отсеки Которые можно загрузить снаружи Есть выездные полочки Тоже не одна Довольно глубокие И даже есть небольшой шкафчик такой С штангами для верхней одежды Ну там и несколько полочек внизу Ну и возле входа самый основной шкаф Такой тоже для верхней одежды Также наверху штанга А внутри две полки Поэтому здесь я думаю каждый член семьи может забрать все свои личные вещи Ну и пробежимся по габаритам этого прицепа Ширина 2,46 Его длина общая вместе с дышлом 8,77 1,35 из которых это размер дышла Ну а высота 2,61 Ну размерчик не маленький Поэтому масса здесь тоже не маленькая 2000 килограмм Ну а внутренние габариты Общая длина 6,69 А ширина 2,31 Высота как обычно метр девяносто пять Это место у нас может разложиться в кровать Поэтому его габариты в разложенном состоянии по длине 2,17 А по ширине 1,10 Уверенное место для одного взрослого Ну здесь у нас более традиционные размеры Здесь у нас 2 метра по длине И 1,40 по ширине Ну и места в задней части Верхний ярус у нас 0,77 То есть это его ширина А длина 2,03 Но он имеет ограничение по весу до 70 килограмм Нижний же ярус ограничения не имеет И у него есть два вида габаритов Во-первых, в сложном состоянии, как сейчас Так же у нас получается, как и второй ярус Ну а если разложить Это место у нас по ширине вырастает до метра 10 Ну а по длине так же 2,03 Что хочется сказать в итоге Отличный семейный прицеп Это у нас уже вторая такая Адри Именно семейная Очень стильная Очень современная Самое главное, она очень функциональная Множество мест для хранения Удобные зоны для отдыха Вместе с детьми Ну и конечно набор функций тоже очень радует Поэтому приезжайте к нам на площадку Обязательно посмотрите на нее Ну и подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья Всего доброго Путешествуйте Субтитры сделал DimaTorzok